всем огромный привет я николай я рад приветствовать вас у себя на канале канал про парфюмерию не только всем своим за юхи нам по традиции пламенный привет если вы чисто случайно сюда забрели подписывайтесь у меня бывает весело интересно и немножечко познавательно сегодня проговорим и проговорим и поговорим про линейку сикей от бренда kelvin clay кто с ней еще не знаком да наверное уже все знакомы а мне есть что сказать моей коллекции три аромата заранее извиняюсь я думал что перед началом данного видео у меня есть классический белый аромат в миниатюрке но оказывается что его нет возможно кому-то подарил но тем не менее этот аромат я хорошо знаю вот у нас сегодня будет собственно тот аромат который я совсем недавно получил я про него расскажу попользовался мне понравился есть что про что рассказать будет аромат который мне подарила свое время одна моя хорошая знакомая анна анна пользуюсь активно уже осталась на дне и будет вот такая вот тоже по моему лимитка классная расскажу на что похоже если ищите аромат похоже вот это будет самое но но она немножечко конечно другое ну что линейка сикей что это такое эта линейка одеколонов которая появилась в далеком-далеком девяносто четвертом году и в принципе на без воин без скандалов завоевала популярность среди молодежи среди людей вот современных модных потому что линейка сикей я сейчас буду по большей части пить дифферампы первому аромату ставлю себе картиночку это была ода универсальности это по моему самый первый аромат который появился в сегменте как это наверное масс-маркет да в америке считается потому что келлинг это не люкс в общем в сегменте доступной парфюмерии он был понятный он был классный там использовался на то время необычный аккорд и необычное сочетание огурца лимона фужера мускуса свежести мускус там был слегка металлический в общем он раньше был безумно стойки безумно цепки очень необычные вот последние новинки которые обманял магазине они к сожалению так уже не пахнут аромат стал политкорректнее аромат стал тише и стойкость если раньше она была в районе 10 12 часов то сейчас в принципе все работы живут плюс минус 3-4 часа да это одеколоны да это сегмент доступный парфюмерии к сожалению не сейчас да потому что например вот это вот лимитка мне обошлось ранее 4000 рублей это дорого объективно но тем не менее если хотите универсальный свежий мускусный приятный аромат несовременный да вот без современных вот эти вот химозных абертонов попробуйте классическую сикеушку да в прозрачном таком матовом флаконе возможно она вам понравится легкий фужер чистота цитрусы слегка такая очень интересная прохладная вводность до который дает ощущение с реже свеже срезанного огурца в общем это все там будет ну что давайте начну с того аромата который появился да в моей коллекции самый-самый первый и сейчас я буду говорить про сикей уан под названием шок это вот так вот выглядит у меня маленький объем сколько здесь 50 миллилитров кто еще не знает вот эти флаконы они раскручиваются парфюма поставляются ароматы завинчущейся крышкой да она такая металлическая и в наборе идет спрей типа вы должны сделать конструкцию своими руками в этом есть задумка да это интересно к сожалению крышки нет а если что таскать вот так вот собой но спрей тугой и от легкого прикосновения да если где-нибудь лежит не нажимается нужно приложить усилия чем эта штука пахнет и почему я ее в свою коллекцию приобрел да потому что я вот так очень горевал по поводу того что свое время ей не приобрел аромат от бренда lanvan lanvin под названием авангарде сюда вставлю тепло смоленистый с безумно необычным аккордом какого-то воска меда чего-то такого очень мягкого приятного горевал сейчас эти флаконы еще можно достать но 10 тысяч рублей за люкс за lanvan конечно можно при желании но я почему-то не горю этим самым желанием и в частности сики иван шок это в принципе но процентов на 70 похоже на творение бренда lanvan но за исключением того что здесь не используется именно вот этот восковой какой-то медовый аккорд который был в авангарде а жаль чем эта штучка мне лично пахнет эта история про относительно бюджетный табак плюс вишня история про сладости джем и история про сладкую амбру еще этот аромат сравнивают с ароматом от бренда burberry лондон ставлю что картиночку тоже вот есть что-то похожее любите burberry хотите ему дать какую-нибудь замену альтернативы вот попробуйте может она спорить можете не спорить со современной burberry вот это вот убранство упаковочки также не пахнет шибко дорого часа дорого-дорого то он может быть и пахнет но столько из 3-4 часа также как у сики иван а это в принципе можно найти и довольно таки бюджетно мне нравится здесь есть и теплая часть здесь есть вот это вот освежающие какая-то травной есть днк от классического сики что-то такое мускусное приятное с удовольствием отношу буду ли обновлять но у меня коллекция огромная я скорее всего нет а если барышни хотите мужику что-то на осень на зиму теплое пряное увидите в какой-нибудь магнит косметики по бешеному скидонах пытайте не глядя потом мне еще будете добрым словом вспоминать ищите авангарде хотите поностальгировать давно здесь не будет воска я вас сразу предупреждаю вот не будет той теплоты хотя аромат теплый мне понравился так далее с вами идем подарунок до которыми активно пользовался очень очень долго здесь уже на дне практически плещется аромат ckb очень интересная фляга очень интересный флакон на секундочку здесь 200 250 по моему или 200 миллилитров 200 миллилитров в общем огромная лохань с мою голову до размером о струит вот здесь вот спрей просто бронзбойт вы должны понимать что это парфюмерия как-то сказать быстрая до быстрая мода быстрая еда и здесь тоже самое это доступно это понятно это пахнет приятно ckb аромата тоже старичок девяносто шестого года и вот он наверное ближе всего похож на классическое произведение от кельвина кляйна есть вот эти вот металлические альдегиды аромат сразу вам скажу он со старта спиртоносит да он отдает очень много паров спирта нужно немножечко подождать а потом появляется и вот это вот мускусная мятная свежесть ощущение наглаженной рубашки ощущение лаванды есть какая-то цветочная в общем такой вот свежачок с характером также есть вот это вот свежий огурец с водой до необычно необычно ношу в основном либо дома либо использую как орошайку всего но благо бидон 200 миллилитров хорошо справляется со своей задачей иногда использую как дезодорант до что-то освежить что-то росить в общем классно на вещи на белье тара 200 миллилитров спокойно используется мне нравится свежачок понятный немножечко такой олдскульный отдает стариной отдает девяностыми класс и тот аромат который ко мне недавно приехал новинка двадцать первого года сики one summer этом истории мне понравилось больше всего потому что но она современная она современная и заранее хочу поблагодарить самую подписчику которая сказала не выбрасывать коробку потому что сзади оказывается у нее есть наклейки посмотрите я бы выкинул а вот для кастомизации возможно флаконов пока храню там не еще крышка вот этого замечающийся ну что вы помните говорю что про арбуз на самом деле история не про арбуз к сожалению а про персик персик химозный аромат вот замечательная была бы отдушка какого-нибудь шампуня безумно дорогого какого-нибудь премиального бренда потому что здесь и свежий здесь ямброксанчик и вот именно вот это вот шампунистая свежесть если вы хотите найти от аромат либо отдушку которая копирует что-то фруктовое и шампунь вот всякий саммер самое но арбузик возможно вы здесь вычлите но для меня это история именно про чай про чай и который используется отдушка этого самого персика персикова такая интересная водичка со стойкостью также 3-4 часа не больше но он освежает он как-то заряжает да вот после душа летом имеет место быть пахнет приятно и пахнет не бюджетно да вот просто приятная отдушка чего-то чисто вымытого тела и вот дорогой шампуньки мне нравится вот к сожалению хотелось бы вот этому аромату добавить громкости добавить стойкости но тем не менее я просто вот эти штучки люблю созерцать да как вот они выглядят стоят у меня сейчас это еще вот эту поставлю будут стоять в ряд в общем вот такая вот история еще есть там классный аромат я к сожалению тоже не успел бы приобрести лица вставлю картиночку в красном таком оформлении вот в принципе чем эта линейка хороша они делают доступные они делают понятные ароматы дефис колонии до который пользуется популярностью молодежи вообще сама но будет заходить но мне нравится блин это классно смотрится да еще попытался подобрать цветовую гамму под этот флакончик до сегодня не вижу ошибку и как-то тут расхваливать да это вообще не про хай высокой кутерьех высокой парфюмерии да просто парфюмка рабочего характера просто поливашка на лето освежиться покайфовать и плюс еще классно выглядит что еще нужно я не знаю дорого где я брал на рандевухах но если найдете дешевле можете смело попробовать вот раньше у нас поголовно они стояли в ревгоше прям такая целая канонада стояла бери что не хочу в общем классно у меня еще на канале был обзор про юфория там еще дамы просили сделать подборочку женских эйфорий при оказе мои хорошие да цена извините меня на люкс сопоставимы мы сопоставимы нынче с ниши поэтому выкручиваюсь как могу ну все с вами были очень приятные анти колончики с вами была вот такая вот новиночка с вами был я николай очень быстрое видео просто чтобы показать а возможно кто-то ждал обзор вот персик одушка для шампуня чуть-чуть чая чуть-чуть амбраксан чека непринужденно звучит приятно в самую самую летнюю жару будет прям вот так вот да если не хотите пользоваться какой-нибудь убойной мастернотной парфюмерии и пахнет приятно не так как пахнут бюджетные поливашки да ну понимаете про что я говорю всем до хруста безе пользуйтесь классной интересной парфюмерии кайфуйте самое главное парфюмерии если вашей коллекции есть икеи напишите какой ваш самый любимый а может быть еще и надо куда-то жалом поводить я просто не в курсах поможете мне поможете кому-нибудь все совсем совсем скоро еще раз увидимся пока пока